Существует домовой. Нужно сразу же понять, что домовой – это не человек, не животное и даже не какое-либо существо, имеющее физическую оболочку. Он – создание эзотерическое, астральное. Существование домового учеными не доказано. Он не отнесен ни к одному из существующих видов живых существ и не выделен в новый. Все фото, на которых хранитель дома якобы запечатлен в одном из своих подобий, считаются мистификацией, так как их подлинность не подтверждена. Более того, человек с рациональным складом ума сможет найти всем проделкам домового научное, вполне логическое объяснение, чем убедит себя и окружающих в том, что существа этого не существует. Но наши предки верили, что в каждом доме живет дух-хранитель, мистическое существо, которое, при хорошем отношении к нему, оберегает само жилище и всех, кто в нем обитает. Славяне называли домового кутным богом, от Укр. Кут угол. Домовика уважали, старались его задобрить, оставляли игрушки и еду. У него даже могли быть свой угол и спальное место. И никого не удивляли те подсказки и предупреждения, которые домовой давал людям, а иногда и его шалости. Он был покровителем жилища, защищал его от пожаров, преступного посягательства, а проживающий в нем семье дарил здоровье, обеспеченную жизнь. Ухаживал домовый за скотиной и домашними животными. Алиходиничил лишь тогда, когда домочадцы плохо к нему относились. Откуда же появляется домовый в доме или квартире? Какова природа этого существа? На этот счет есть очень разные мнения. По одной из версий, домовой – это привидение, дух одного из умерших членов семьи. Либо того, что умер первым, либо того, кто много грешил, не покайтился и не смог отойти в мир иной, оставшись навсегда стражем жилища. По другой версии, домовик – это сгусток энергии, оставляемой жителями дома. Если она хорошая, позитивная, то и домовой будет добрым, если злая, негативная, он будет пакостить и пугать людей. Некоторые наши предки считали, что домовые – это потомки Адама и Евы, которые вынуждены жить рядом с людьми, но скрываться от них. Из-за своего ужасного вида. Также славяне думали, что домовиков посылал в дома сам Бог. У верующих людей, которые имеют дома иконы, входят в церковь, стараются вести богоугодный образ жизни, кайфуются в своих грехах правильно. Воспитывают своих детей, в домах присутствует ангел-хранитель. И никакого другого «защитника» им уже не нужно. Если же обитатели дома грешат, сквернословят, гадают, колдуют, проводят мистические обряды, если в нем нет, он вполне может завестись. Демон – домовой, который будет склонять всех в доме проживающих на сторону зла. И такой дом нуждается в очищении. То, что некоторые люди считают на добро сожительство с домовым, держат его фигурки и изображения, православные священники объясняют. Тем, что даже через более чем тысячу лет после крещения Руси они не могут изжить языческие традиции и идолов. Ведь по сути, домовой – бог в языческого пантеона древних славян. Домовой в доме – что это значит, это хорошо или плохо? Если человек глубоко верующий, он никогда не захочет сожительствовать с нечистой, тем более – ублажать ее. Но большинство из нас редко отличают религиозные догмы, поверья, приметы. Для таких домовой – это хорошо. Считается, что он «бережет квартиру или дом от пожара, ограблений, прочих бед, помогает семье, в квартире проживающей следит. За чистотой в доме создает уют, указывает на неисправность бытовых приборов, играет с маленькими детьми и домашними животными. Предупреждает о неприятностях, дает знамение, привлекает материальное благополучие, если же домовой пакостит, ломает или разбрасывает вещи, шумит, пугает домочадцев. Это не значит, что он плохой. Основная пища этого существа – не молоко с хлебом или печеньем, как многие думают, а энергетика, исходящая от членов семьи. Если они неряшливые, ссорятся между собой, злые по отношению к окружающим, таким же становится и домовик. Чтобы он из пакостника вновь превратился в хранителя, нужно поменять свое поведение и попытаться с ним подружиться. Как выглядит домовой – фото настоящего живого домового доброго. Спросишь ребенка, как выглядит домовой, он сразу опишет доброго косматого, перемазанного сажей Кузю из известного детского мультика. Спросишь взрослого, он опишет деда с длинной бородой и усами, в рубахе или соломенных лаптях. Он живет за печкой и охает, так как стар. На самом ли деле домовый похож на человека, только меньше ростом. Как дух, он не имеет конкретного физического воплощения и может представляться в разных образах. Клубка шерсти существа, похожего на кота, покрытого шерстью, с когтистыми лапами, длинными ушами, редкими, острыми зубами и желтыми глазами тени кого-то из. Умерших членов семьи кота серого или дымчатого цвета одни описывают домового, как существо милое, плотное, округлое. Другие, как что-то худое, затрепанное. Внешний вид этого существа во многом зависит от того, какой образ жизни ведут люди. Если они неаккуратные, не следят за порядком в доме, домовому приходится все делать за них. От этого он худеет, становится изможденным и выглядит действительно страшно. Сейчас фото и видеокамеры есть в каждом мобильном, заснять можно что угодно. Поэтому интернет стал пестрять фото с якобы домовыми. По ним трудно определить, подлинны они или нет. На снимках видны тени, какие-то расплывчатые силуэты, их трудно разобрать. Тем не менее, от некоторых из таких фото мурашки бегут по коже, поэтому слабонервным и впечатлительным их лучше не смотреть. Как узнать, есть ли в доме домовой признаки присутствия? Домовые не всегда дают о себе знать, какими-то признаками. Если в доме и семье благополучно, они просто делают свою работу. Но чаще их присутствие все-таки заметно, ночью можно услышать шаги, похожие на шаги домашнего животного, а также охи и вздыхание. Бояться не надо, добрый дух просто возится по хозяйству. Животные видят домовых. Если кот или собака надолго застывают в одной позе и пристально смотрят на пустое место, они рассматривают домовика. Кошки еще любят с ним поиграть. Считается, что дети до семи лет видят домовых. Духи-хранители малышей не обижают, забавляют, качают колыбель, утешают, когда те плачут. Домовой может хозяйничать на кухне, отрывать шкаф, переставлять кухонную утварь. Если в доме обыскались какой-то вещи, а потом она нашлась на самом видном месте, это домовой помог. Если возле какого-то электроприбора слышно шорохи-охи, вой он сам по себе включается и выключается, это домовой подсказывает, что его нужно проверить на исправность. Выйти плакать домовой может, предвещая несчастье, тяжелую болезнь или смерть одного из членов семьи. Где живет и прячется домовой в доме, квартире по поверьям славян. По поверьям славян, домовой живет в теплых и уютных местах, за печью или на печи. В квартирах, где нет таких печей, он живет в укромном уголке, заставленном мебель, в кладовой или большом шкафу. Если у человека сильная интуиция, он может чувствовать место обитания домовика. Вычислить его можно с помощью маятника, лозы посредством других обрядов. Но лучше этого не делать, хозяин, батюшка любит оставаться инкогнито, сам даст о себе знать, если это будет нужно. Откуда берутся домовые в новых домах? Идеи о том, откуда берутся домовые в домах, очень отличаются. По одной из них, домовикой становится покойный хозяин дома или тот, что его построил. По другой, домового порядочным людям, крепким семьям, хорошим хозяевам в награду посылает сам Бог. Специалисты по паранормальным явлениям считают, что домой появляется в обжитом доме, то есть таком, где уже накопилась энергия его обитателей. Если же дом новый, хочется, чтобы его охранял добрый дух, домового призывают посредством специальных ритуалов. Семья, которая переезжает со старого места и хочет забрать хозяина оттуда, может попытаться взять его с собой. Но это крайне трудно сделать, так как домовик – оседлое существо, облюбовав жилище, он уже вряд ли его покинет. Если переезжает не вся семья, кто-то из ее членов, шанс забрать домового с собой еще меньше. Домовый нужен ли в доме и для чего? В мультике про домовенка Кузю Ворона и Баба Йога не могли ему нарадоваться. Счастье привалило. Говорили они, также счастьем считали это существо наши предки. Домовой вел учет хозяйству, символизировал плодородие, дарил здоровье людям и животным. С ним старались подружиться, оставляли ему гостинцы. Сейчас не каждый будет рад такому сожительству. Во-первых, люди, увидавшие домового, испытывают страх и, говорят, могут они иметь или посидеть. Во-вторых, быт и уклад жизни семей очень меняется. Жить угодно домовому становится трудно. Духа могут испугать, разозлить пылесос и телевизор, громкая музыка. Да и найти себе укромное место в маленькой квартире он может с трудом. А злой домовой – это беда. Он шумит, пугает людей, прячет вещи, рассыпает крупы и из-за него скисает молоко. Тут остается либо помириться с ним, принять его правила, либо попытаться выгнать его, проводя обряды очищения жилища. Уже понятно, что православный христианин, ведущий праведный образ жизни, уж точно не потерпит у себя дома нечистой силы. Для него домовой – это зло. Ведь ангел-хранитель и домовик под одной крышей не уживутся, последний здесь явно не нужен, от него скорее нужно избавляться. Продолжение следует...